Всем привет, друзья! Не будем терять времени, усаживайтесь поудобнее и давайте начинать. Поехали! Сейчас подведем первый итог. Это будет поединок Абубакара Нурмагомедова, брата Хабиба. На Абубакара оказывалось большое давление, чтобы он выиграл сегодняшний бой и получил шанс остаться в UFC. Бойцы начали с обмена джебами, Гуден был более раскован в стойке, позволяя себе опускать руки, однако успех все же был за Абубакаром, которому удавалось наносить более точные удары, потрясающие Джареда. Брат Хабиба не позволил Гудену обмануть его финтами, при этом демонстрируя хорошую работу ногами. Со второго раунда Абубакар принялся чаще менять стойки, также больше подключать удары ногами, тогда как Гуден лишь защищался, у него не получалось найти подходящий тайминг. Первые два раунда Абубакар предпочел действовать почти полностью стоя и продемонстрировал прекрасную технику, а в заключительной пятиминутке у Нурмагомедова получилось провести тейкдаун, после чего он уверенно контролировал соперника на земле до самого финального гонга. Абубакар победил единогласным решением судей, теперь его счет побед поражений 1-1 в UFC и 15-3 в профи. Говорят, что его победа сильно порадовала Хабиба, хорошие новости для всей команды. Еще один бой. Шон Амели одержал впечатляющую победу над Томасом Алмейдой. Таким образом, Амели возвращается на победную тропу после своего первого поражения в августе прошлого года, тогда он проиграл Марлону Веря. Сахарок Шон был близок к тому, чтобы добить Алмейду уже в первом раунде, когда потряс его жестким ударом в голову. Амели думал, что выиграл, дав бразильцу шанс восстановиться. Под конец боя Амели не собирался выпускать уже свой шанс, нанес жесткий удар, в результате которого Алмейде потерял сознание. Таким образом, Амели выходит на счет 5-1, 5 побед, 1 поражение в UFC и 13-1 в профи. А вот для Алмейды плохие времена, это его четвертое поражение подряд. Теперь Дана будет решать, оставить его или распрощаться с ним. Вчера, если вы помните, мы с вами говорили про Адесанью, что у него появились крупные проблемы из-за трэштока. Сегодня ситуация обрела новые краски. Адесанья лишился контракта с BMW. Не секрет, что Изи любит крутые тачки. Недавно он подарил мощный заряженный Porsche своей маме. Та, естественно, осталась довольна. А вот за что она точно будет расстроена, так это за потерю контракта сына. В компании BMW официально заявили. Из-за комментариев, сделанных спортсменом в интернете, мы пересмотрели наше соглашение с атлетом и решили не позиционировать его как представителя нашего бренда в Новой Зеландии, гласит официальное заявление. И хотя Изи публично извинился, признал свою ошибку и пообещал так больше не делать, это не сработало. Миллионный контракт пошел в тартарары. Адесанья впредь будет умнее и не будет больше говорить такие вещи про сексуальное посягательство на своего соперника. Что думаете, справедливо наказали или нет? Подпишите ваше мнение в комментах, а мы двигаемся дальше. У соперника Пети Олджемейна сорвало крышу. Он нагрубил Джону Маккарти, когда тот разобрал их бой и сделал вывод, что Стерлинг симулировал. Вот как Маккарти высказался про бой. Когда парни оказываются в нокауте и лежат на спине, они не ведут себя так. Его поведение было немного неестественным. Не стоит забывать, что нечто подобное однажды случилось с его товарищем по команде Крисом Вайдманом, когда он дрался с Гигардом Мусаси. Вспомните, что тогда произошло. Крис был не сильно потрясен, но из его угла кричали «Ты потрясен! Ты потрясен! Не вставай!» Это не сработало для него тогда, но сработало сейчас для Олджемейна. Я видел сотни нокаутов, я видел парней, которые сильно потрясены, и когда я увидел, как Стерлинг встает и что он делает, и я довольно четко понял, что это не тот случай. Вроде бы все по делу, но Стерлинг недоволен. Он разошелся так, что сказал, что Маккарти отцал у него. Со Стерлингом все стало ясно, когда он симулировал, а все, что он говорит сейчас, будет использовано против него по законам жанра. И дальше слова Алджия, как подтверждение тому, что он будет затягивать с реваншем, ему невыгодно так быстро возвращаться. В любом другом спорте, если ты умышленно делаешь что-то запрещенное, тебя дисквалифицируют, штрафуют, исключают из игры. Этот парень будет вознагражден реваншем, который я считаю большим поединком. Таким образом, мы можем спокойно нарушать правила, не беспокоясь о том, что с нами что-то произойдет. Я могу просто выпрыгнуть из октагона, и ничего не случится. Я могу устроить драку с его угловыми и ударить его после гонга, и мне ничего не будет. Я считаю, что если у вас есть какие-то правила, вы должны их соблюдать, иначе проще на все забить. Выводы делайте сами, друзья. Свой я уже давно сделал. Стерлинг, судя по всему, хочет быть чемпионом долго, а выступать редко. Вот такой выпуск. Надеюсь, что вам понравилось, друзья. А чтоб я быстро и качественно сделал еще один видос, поддержите меня, пожалуйста, лайком. Это лучшая мотивация для меня. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok